Столица России установила новый рекорд. На этот раз на рынке труда в Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы за всю новейшую историю. А в этом накануне сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По уровню занятости столица превзошла все мегаполисы стран большой двадцатки. Среди них такие как Токио, Пекин, Нью-Йорк. Рекордно низкий уровень безработицы наблюдается и в России в целом. Более того, работодатели начали буквально охотиться за сотрудниками. Давайте разберемся в причинах и трендах последнего времени на рынке труда с директором агентства по исследованию в области управления персоналом Жанны Волковой. Она сейчас на прямой связи с нами. Жанна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот уровень безработицы в российской столице за 2022 год, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил чуть более двух процентов. Если быть более точным, 2,2. Как все-таки так получилось, что на московский рынок не повлияли такие потрясения последних лет, как пандемия коронавируса и экономические санкции? Ну, на самом деле эти потрясения повлияли, но повлияли эти потрясения не тем, что работы и ролей стало меньше, а наоборот работы стало больше, потому что потрясения и изменения последних лет вызвали структурные изменения в экономике, вызвали изменения в потребительской активности населения и создали новые рабочие места, на которые нужны люди. А в нашей стране уже давно, уже с 2000-х годов, идет демографическая яма, которая тянется еще из 90-х. И у нас людей, особенно молодых, на рынке труда немного. А работодатели все-таки хотят на новые роли нанимать молодежь. Поэтому мы наблюдаем сегодня вот такой тренд, что работы очень много, а сотрудников для всех новых ролей не хватает. Да, о молодежи чуть попозже, более подробно поговорим. Вы, как специалист, могли бы нам пояснить, при расчетах международной организации труда учитывались ли люди, которые не регистрируются в центрах занятости? Таких ведь немало. То есть результаты этих исследований демонстрируют реальную картину на рынке труда? Конечно, учитываются, потому что там принимаются внимание все работники, и те, у которых есть собственные бизнесы, и те, которые являются самозанятыми. Потому что такие люди тоже являются занятыми и активными на рынке труда. Не секрет также, что столичная промышленность за последние 10 лет проделала большой путь, стала более современной и технологичной. Уже говорят о дефиците трудовых ресурсов. Вы частично уже упомянули в нашем разговоре эту тему. О каких все-таки специальностях идет речь? Какие профессии наиболее востребованы сегодня в нашей столице? Ну, если мы говорим о производстве, то востребованы почти все производственные роли. Это и операторы линий, и наладчики, грузчики, водители погрузчиков. В общем, все специалисты, которые обслуживают производство. Это и младший рабочий персонал, средний рабочий персонал, это инженеры. Это специалисты, которые работают над запуском, перезапуском производств. Особенно в последний год мы видим, огромный дефицит инженерных и рабочих специальностей на производствах, потому что, как я уже сказала, идет структурное изменение экономики. И мы, согласно исследованиям Института Гайдара, мы видим, что у нас промышленность в стране загружена по максимуму с 70-х годов. И, естественно, людей не хватает. Более того, мы видим, что работодатели за последний год подняли зарплаты рабочим специальностям от 10 до 20% в зависимости от региона специализации. И все равно идет борьба и охота за рабочим персоналом на территории всей страны, не только в Москве. Ситуация на рынке труда в столице и в других регионах страны отличается значительно или нет? И где самый низкий уровень безработицы, ну, кроме Москвы? Есть ли регионы, где безработица еще находится на высоком уровне, например? Ну, традиционно Москва и Санкт-Петербург — это регионы, где меньше всего безработица, а Южный федеральный округ за ним идет. Вот традиционно у нас меньше безработицы на Северном Кавказе, Северо-Кавказский округ. Это вызвано тем, что как раз там больше молодежи, и там, ну, спецификой региональной вызвано это. Также есть регионы-доноры, есть регионы, которые потребители трудовых ресурсов. Например, Пермский край тоже испытывает постоянный недостаток в трудовых ресурсах, так как много производств и работать некому. Поэтому, наверное, ситуация плюс-минус сейчас одинаковая, наверное, во всех регионах. Особенно вот если говорить о последнем годе, да, когда идет большие-большие изменения на производствах именно за Уралом, мы сейчас видим, что нужны люди в городах, в региональных центрах, где идет новый запуск производства. И мы как агентство тоже ищем людей, нужных специалистов, но это, прежде всего, инженеры и высококвалифицированные специалисты, и предлагаем им переехать в другие города, чтобы поддержать там производство. И это, на самом деле, тоже большой вызов, потому что не все люди соглашаются ехать, не везде предусмотрены какие-то структурные, инфраструктурные условия для таких переездов. И это, на самом деле, долгий путь на нашем рынке труда и на перестройке нашей промышленности. Да, одно небольшое уточнение. Все-таки о каких отраслях в регионах мы говорим в большей степени? То есть в каких из них наиболее заметен дефицит кадров? Но, инженеры, а где? Ну, на самом деле, везде. Мы сейчас говорим обо всем, начиная от легкой промышленности, производства товаров народного потребления, продуктов питания, напитков. Это химическая промышленность, это, конечно же, ОПК, это металлургическая промышленность. Но, на самом деле, сложно назвать отрасль, фармацевтическая промышленность тоже перестраивается. То есть очень сложно назвать отрасль, которая не испытывает дефицит. На самом деле, дефицит в рабочих специальностях, в инженерных специальностях для производства испытывают почти все отрасли сегодня. Да, мы вот знаем, что зарплаты рабочих в регионах, в некоторых регионах, стали доходить до 100 тысяч рублей даже. И даже вот с таким уровнем зарплат кадров все равно не хватает. Доходит ли дело до того, что перекупаются кадры из одного региона в другой, например? Сталкиваетесь ли вы с таким, когда вот люди работают, инженеры есть, но им предлагаются более выгодные условия для того, чтобы переехать в другой регион? Ну, смотрите, здесь действительно идет рост зарплат, потому что производства работают очень много, загруженные в три смены. И даже просто на производственной загрузке, на каких-то дополнительных рабочих часах люди могут начать зарабатывать больше. Что же касается роста зарплат, ну, конечно, он не может быть безграничным, потому что у всех бюджеты, у всех есть себестоимость, и на какие-то роли зарплаты поднимаются, но это не безграничный. Поэтому сегодня предприятия идут немножко по другому пути. Многие предприятия начинают подходить комплексно. Не просто перевозят к себе людей, специалистов, но и пытаются что-то создать для их семей. Организовывают, например, бесплатные школы, какие-то детские сады. То есть некий социальный пакет, правильно я понимаю? Если вспомнить об опыте советских времен, когда вокруг производства строилась инфраструктура, были и лагеря детские, и поликлиники. Дома отдыха, да. На самом деле сегодня дома отдыха, да. Мы видим, что людям это нужно, потому что если мы говорим о каких-то региональных далеких производствах, то там может не хватать инфраструктуры. И люди даже не из-за зарплаты не едут, а из-за того, что нет инфраструктуры, которую нужно будет создать. Понятно. Сейчас, кстати, многие хотели бы переучиться и получить другую профессию. В первую очередь в цифровой сфере. Интернет пестрит рекламой курсов разнообразных, которые обещают за полгода сделать из любого желающего программиста с последующим трудоустройством и ростом, естественно, карьерным. Действительно ли такой карьерный шаг перспективный? Удается ли выпускникам таких курсов перезапустить карьеру? И существуют ли государственные программы, кстати, бесплатные, для того, чтобы переучиться, получить совершенно новые знания и совершенно новые перспективы своей жизни? Да, государственные программы существуют. В частности, в Москве, в подразделении «Моя работа» есть такие программы. Что же касается успешного трудоустройства после трехмесячных курсов айтишников, с этим уже сложнее. Потому что все-таки на рынке труда сегодня нужны, если мы говорим про айти, нужны именно готовые специалисты. И действительно, после всех этих курсов, это модная тема, сегодня на рынок выходит большое количество так называемых джунов, то есть специалистов первого уровня. Но работодатели таких людей брать не готовы. Все равно нет такого запроса, особенно сегодня, когда и айти-отрасль тоже перестраивается. Взамен каких-то ушедших решений быстро нужно внедрить российские, нужно сделать замену. И для этого нужны прям люди, которые хорошо разбираются в теме. Учить новичков достаточно дорого и долго. Поэтому все-таки тем людям, которые хотят получить новую специальность в области айти, я бы рекомендовала быстро на быстрый успех не рассчитывать. И настроиться на то, что, наверное, придется и работу поискать, и пойти на понижение дохода, возможно, где-то и на бесплатную практику, стажировку, чтобы получить опыт работы в интересных новых проектах. Ну да, приходится чем-то жертвовать, насколько я понимаю. Жанна, у нас буквально минута, а про молодежь мы еще не поговорили, поэтому вопрос финальный. Что происходит с самыми проблемными возрастными категориями молодежь, я имею в виду, и гражданами предпенсионного возраста? Проблема их трудоустройства остается острой или нет, если можно коротко? Ну вот молодежь, не считаю проблемной категории, у молодежи нет проблем, на самом деле, с трудоустройством. И мы их все ждут, и молодой человек может найти работу либо по специальности, если хочет денег, то и не по специальности. Что же касается более старшего поколения, там проблемы есть, в основном из-за вот такого вот эйджизма, когда более молодые руководители и специалисты по персоналу опасаются рассматривать взрослых людей. И это тоже, надо с этим работать, потому что эти люди тоже на рынке нужны, и они пригодятся. Надо их рассматривать. Спасибо, Жанна. А ситуация на рынке труда, нам рассказала директор агентства по исследованию в области HR Жанна Волкова.